Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Середина дня». И с нами сегодня в середине дня наш коллега, трейдер из города Ростова-на-Дону, Владимир Мудряков. Владимир, приветствуем вас! Добрый день, Игорь! Добрый день, участники, которые смотрят или будут смотреть. Обязательно! Потому что всем же интересно, что же у нас на российском рынке творится, и как на этом зарабатывает Владимир Мудряков, и как нам повторить его успех. Вам слово. Спасибо. Громкие слова. Так, где вот этот стол? Это серьезные намерения. Да, ну тогда я немножко разочарую, потому что октябрь у меня проходит не так, как я хотел. То есть большие движения, которые идут, у меня их взять в том виде, в котором я планировал, не получилось. Поэтому пока повторять нечего в этом месяце, если речь об этом. Исходя из прошлой недели, у меня была одна, или, нет, одна, кажется, или две сделки. И по Сбербанку, нет, 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 по Сбербанку, это у меня вчера был, небольшой стоп получился. А вот неделю назад, когда я еще говорил, что вставал в шорт, это как раз у меня шорт был по валютной паре доллар-рубль. Но он тоже ничем интересным не закончился. Я входил в шорт, где же это было? Где-то вот в этот момент, как раз, да, 24-го числа входил, немножко пошла в мою сторону, но потом доллар-рубль ушел чуть выше, чем я планировал. Поэтому на данный момент прям чего-то грандиозного у меня нет. Ну а текущую позицию, наверное, вы и так сами видите. Не очень хорошая ситуация. В каком плане, да, потому что это очередная сделка в прямом эфире. Как известно, по вторникам, когда сделки показываешь, к вечеру все радикально меняется. Поэтому посмотрим теорию, работает она или не работает. Что касается нефти. Кстати, новый фьючерсный контракт, да, то есть уже 12.19, а не 11.19. По нефти основной диапазон, который я в том числе давал и на утреннем своем обзоре, это который я жду, 63-64. Но здесь такой вариант, от которого я просто не смог устоять, чтобы не попробовать войти, потому что никто не знает будущего. Вдруг рынок пойдет с текущего диапазона, то есть я понимаю свой риск, с которым я захожу, и я понимаю, что спорить не буду. Пойдет ниже, значит, следующая попытка будет основной в районе 63-64. То есть если получится удержаться, пойдет управление позицией, цели по нефти. Сейчас я здесь уберу, чтобы она не мешала. Цели по нефти я, как и говорил, здесь без изменений, жду дальнейших лонгов. То есть текущий диапазон считаю интересным, как минимум попробовать заскочить в продолжение лонгов, если они пойдут. Это что касается нефти. Что касается валютной пары доллар-рубль. Интересный момент, с какой стороны. По валютной паре доллар-рубль, в принципе, я жду пробой по фьючерсу 64, по валютной паре, именно USD-RUB tomorrow, там 63-50. И поход еще где-то почти на рубль вниз. То есть такое укрепление у меня есть. Собственно говоря, основное направление для присоединения у меня шорт. Но я на данный момент уже активно не планирую торговать. То есть любые сделки, которые буду проводить, это внутри дня. Почему? Потому что я понимаю, откуда это движение произошло. И сейчас вот прям на пробой с большими целями я не встаю. Единственное, что можно рассмотреть, это какие-то краткосрочные шортовые сделки. Вот вчера давал диапазон, у самого не получилось в него войти, потому что шипом ударили. На сегодня, если будет подход очередной раз к 64-350-64-400, повторно не рекомендую рассматривать шорт. По крайней мере, я от этого диапазона не буду. Буду рассматривать чуть повыше попытку войти на укрепление валютной пары доллар-рубль. Это диапазон 64-500-64-530. То есть в этом диапазоне. РТС. РТС для меня самый неинтересный инструмент. Почему? Потому что вот так, если сжать график, ну, у меня лично никакого желания здесь присоединяться прям с текущих отметок в долгосрочный лонг, нет никакого. Не отрицаю, что он пойдет, я лишь высказываю свое мнение, да. Мне будет интересно присоединиться к нему, если он опустится в район 138-500-139. И здесь для тех, кто хочет попробовать шорт, вот есть диапазон, то есть можно с относительно небольшим и понятным риском попробовать встать в шорт с целью, в которой, говорю, да, это район 139. Почему я не встаю? Ну, потому что если я жду лонгов, я просто пропускаю движение, чтобы потом войти в лонг. То есть я не могу, находясь в ожидании лонга, забирать и шорт, потом переворачиваться, забирать лонг, я так не делаю. Ну, и не отрицаю, что может и дальше просто вверх пойти, тогда не придем в эту точку. Что ж поделать? По Сбербанку. Рассказывал, да, что вчера у меня была попытка как раз о тех цифрах, что я говорил, войти в лонг, ну, не удержался, вышел со стопом чуть меньше 50 или 60 пунктов. А, нет, чуть-чуть больше был, то есть там порядка 100, да, порядка 100 пунктов. Был стоп, но ни в коем случае не спорю с рынком, то есть если у меня сделки спекулятивные, они инвестиционные, я там очень жестко обрезаю убытки без каких-либо пересиживаний. Текущая ситуация по Сбербанку. Для меня мы от воздуха оттолкнулись, то есть то, что я бы готов следующую сделать попытку на лонг, это диапазон 23,600, 23,650. Ну, не дошли на этом сливе, ожидал, может быть, дойдем. Нет, не получилось. В целом по Сбербанку и по рынку я жду продолжения лонгов, то есть то, что наконец происходит, хоть какая-то коррекция меня лично радует. Напомню, что в среду у нас решение по процентной ставке ФРС, потом в пятницу у нас нонфарм, и есть у меня идея, что вчера, сегодня, может быть, еще завтра, первую половину дня, рынки подсольют немного, чтобы после ФРС в среду вечером или там уже в четверг погнать дальше вверх до, может быть, конца года, то есть там следующий ноябрь, я жду в принципе рынки на продолжение лонгов, поэтому и пробую заскочить. Но получится или нет, посмотрим. Газпром не хочу рассматривать, потому что Газпром – это как раз-таки тот инструмент, на который я больше всего обижен. Я долго ждал эти лонги, помните, да, эфир был, я рассказывал причину, почему не получилось войти, то есть там наложились обстоятельства, и вырубился интернет, и люди пришли в офис, и в итоге вот это движение, которое я ждал, за которым я охотился, я пропустил, поэтому в такой ситуации я просто не планирую лезть дальше в эту бумагу, пускай она уже идет своим чередом. Поэтому Газпром сильно рассматривать не хочу. И последний инструмент – евро-доллар. Здесь я за продолжение снижения, но отмена, как я и говорил, для меня – это 11,6. Есть цель по евро-долларам очень большая, если вдруг пойдем. Но у самого пока не получилось удержаться здесь, потому что пятница была, а вчера уже не входил, так как в позиции в Сбербанке находился. В данном моменте интересных ситуаций для входа я не вижу. Поэтому на текущий момент основные инструменты, о которых я говорил и утром, собственно говоря, так и есть. Для меня это нефть, Сбербанк, ну, Газпром, только если вдруг он сделает прям какой-то очень мощный слив, к которому я буду не то что готов, а увижу потенциал входа. Вот прям с текущих мне неинтересно присоединяться к лангам. Ну, а там посмотрим, что будет дальше. – Я понял, ясненько. Спасибо большое, Владимир. Елена, я на ваш вопрос потом отвечу, не волнуйтесь. Он просто общий такой. Владимир, вы пытались подумать на тему работы на рынке Форекс, там с конкурсом была идея и так далее. Как у вас сейчас отношения с Форексом? Есть ли какие-то идеи по торговле, по тестированию? – Я на данный момент не хочу комментировать эту ситуацию, то есть она идет определенным чередом, пока афишировать не готов. – Я понял. Ну, то есть какая-то работа идет, подробнее говорить не будем. Я понял вас, ясненько, ясненько. У вас там цель, мы сейчас не о самой работе, а цель говорим. Цель какая? Просто посмотреть, как это работает или прям действительно так поработать, поторговать на Форексе? – И первое, второе. – То есть нет, готовность, если вопрос там заводить свои собственные деньги для торговли на Форексе, нет, однозначно нет. Ну, не вижу смысла, да, особенно если мы говорим про какие-то офшорные компании, которые находятся не в юрисдикции нашей, а просто как дополнительный опыт, не более того, на данном этапе. – Я понял. Ну, больше это мы назовем попробовать, посмотреть, как это выглядит. Ясненько, хорошо. Владимир, спасибо вам большое за ваш обзор и ответы на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. – Спасибо. – Всего доброго, до свидания.